Впервые в Караганде прошел творческий конкурс «Шанрак» в сфере журналистики. Всего из Карагандинской области было подано 18 заявок. 10 участников награждены денежными премиями и дипломами. В конкурсе принимали участие работники СМИ. Они должны были предоставить собственные работы на тему дружба, согласие, единство, толерантность. Как уверяют организаторы, главная цель конкурса – это укрепление общественного согласия и национального единства. Это важный фактор благополучия нашей страны, так считает один из победителей конкурса «Голь Нуржакен». Она стала обладателем награды за профессиональное мастерство, представив свою диалоговую программу «Багыт» с участием руководителей этнокультурных объединений. Одно из главных преимуществ нашей страны – это многонациональность. Всех нас объединяет единство, дружба и общая культура. С момента создания Ассамблеи народа Казахстана мы, представители средств массовой информации, ведем активную работу, совместную работу. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать больших творческих успехов и поблагодарить организаторов за награду. Спасибо. Организаторы конкурса «Шан-Ирак» – общественное объединение «Союз молодежи» города Жасказган в соответствии с заказом КГУ «Кохам-да-Кирельсым» аппарата «Акима» Карагандинской области. Требования были строгими, условия жесткими, но все участники справились на отлично. Поздравляю всех работников СМИ с их профессиональным праздником. Хотелось бы поблагодарить вас за труд, за то, что освещаете темы о работе нашего учреждения. Благодарю вас за старания и терпения. Желаю вам успехов в работе и всего хорошего. Победители определяли по трем призовым местам и по трем номинациям. Награды вручали за лучшие статьи в печатных и электронных изданиях, за лучшие видеосюжеты информационных выпусков и телевизионных программ, а также за лучшие радиопрограммы и материалы информационных агентств и сетевых изданий. Светлана Свич участвует впервые и уже есть чем гордиться. Здесь необходимо было предоставить работы, свои статьи, которые мы писали и публиковали в наших изданиях в течение года. Они должны были касаться работы Ассамблеи народа Казахстана, работы этнокультурных объединений области, их участие в различных мероприятиях, а также их вклад в развитие толерантности, воспитания, патриотизма молодого поколения и так далее. Я сделала подборку нескольких статей в течение года, которые выпускались, предоставила конкурсному жюри. Очень рада, что мой труд был оценен. Победителям конкурса вручены денежные призы и дипломы. Такие конкурсы станут доброй традицией и ежегодно будут проводиться в преддверии профессионального праздника работников СМИ, заверяют организаторы. Ассель Сознабаева, Жаксыл Кмарта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ассель Сознабаев, Первый Карагандинский.